Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 720, события дня. Книга Иисуса Новина, 1.8. Да не отходит сия книга закона от уст твоих, но поучается мне день и ночь, дабы в точности исполнять все, что в ней написано. Тогда ты будешь успешен в путях твоих и будешь поступать благоразумно. Если эта книга закона была, а у нас разве закона нету, у нас Новый Завет, и даже точности исполнять, и каноны, и все, подчеркиваю это слово, не знают. Не знают, и поэтому. Это за 2 декабря 2017 года. Евгений Тарапко пишет уже, что принял крещение. Вот маленько приподнять мне, подержать вот так вот, я раскрою его. Она так никак, только не урони. Вот он где, Евгений. Так, все, можно поставить. Вот он. Крещенца араба Божий Евгений на креста смотрит. Радость-то какая. Это в Израиле. И он скрестился с отцом вместе. У него имя тоже осталось, а отцу дали Лонгин. Одежду белую не сшили, или не знал там что. Володя Пащенко посмотрел, говорит, как я, так же. Вот. Ну, это коротенькое такое. Но все-таки понятно. Радость. Евгений принял крещение. Вот беседовали, говорили, и дальше. После я попросил его, это песнопение, еврейские мальчики поют. Перевод. О чем они поют? О синодальном переводе. Перевод второго ролика. Это там много, когда сто четырнадцать мальчиков поют. И он перевел. Здравствуйте, ангелы. Перевод с еврита. Здравствуйте, ангелы. Ангелы мира, ангелы Всевышнего, царя царей, да будет благословен он. Придитесь с миром, ангелы мира, ангелы Всевышнего, царя царей, да будет благословен он. Благословите меня, ангелы мира, ангелы Всевышнего, царя царей, да будет благословен он. Удалитесь с миром, ангелы мира, ангелы Всевышнего Царя царей, да будет благословен он Вот так Ну и на хор мальчиков, на 124-й псалом, 1-й, 2-й стих Надеющийся на Господа, как гора Сион, не подвигнется, пребывает вовек Гора, крест Иерусалима, Господь, крест народа своего, отныне и вовек Здравствуйте, ангелы Перевод с Еврея Ну это, видимо, повторение то же самое Удалитесь с миром, ангелы мира, ангелы Всевышнего, царя царей, да будет благословен он Это песня второго ролика, поется молитвенно в час наступления субботы, шаббота За праздничным столом в час наступления шаббота в пятницу после захода солнца Евреи в домах возносят эту молитвенную песнь Обычно это делает муж, глава семьи, держа в руке чашу с виноградным шаббатным соком И в другой руке держит хлеб-халу, которую потом преломляет и раздает всем присутствующим И также испевает из чаши виноградный сок, символ виноградной лозы Вот, надо посмотреть, где это Вот, еще раз подними, вот так я попробую открыть этот ролик В общем, это можно выделять, копировать и в адресную строку сразу вставлять Ну, я что-то не знаю, в адресную строку, да как-то Так, подожди-ка Вот так Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Написано в тоге «Схорат йомашабак лекачу» И мудрецы постановили делать это освящение над стаканом вина Хидуш, то есть освящение субботы, можно проводить сразу с началом субботы Но лучше с появлением звезд Желательно использовать красное кошельное вино, но можно и водку, и даже хлеб Хидуш произносят по времени близком к трапезе, и в том же месте, иначе заповедь не выполнена Стакан наполняют, пока не прольется с краев И в нем должно быть как минимум 86 мл Можно выполнить хидуш, слушая хидуш другого человека, если он имеет вас в виду Стакан держим в правой руке Переносим в левую руку, а затем возвращаем в правую сверху в рис Перед тем, как начать хидуш, смотрим на свечи А когда произносим благословение на вино, смотрим на вино в стакан В шляпе в галстоке В шляпе в галстоке В шляпе в галстоке В шляпе в галстоке Кидуш должен быть не меньше, чем 86 мл вина Это то, что полная щека вина И пить желательно, не прерываясь Желательно, чтобы каждый участвующий в трапезе попробовал вино, оставшееся в стакане, с которым проводили Кидуш Можно добавить в стакане еще вина, чтобы хватило всем Несмотря на то, что святость в субботе не зависит от наших поступков Чтобы мы могли почувствовать эту святость И чтобы она стала частью нашей жизни Следует проводить хитрость Посмотрите, как вот евреи Как они заботятся о воспитании детей Библиотека у него большая, на еврейском языке, конечно И борода нетронутая Видно, что отдельно волосинки торчат Но в шляпе Муж с покрытой головой, а жена с раскрытой Наоборот, все это Апостол Павел все это разъяснил в первом постании к Коринфянам Но они придерживаются так, как научены Ну понятно Вот так Ну и это мы посмотрели Это мне прислал Евгений Тарапко В этом видео этот иудей не преломляет хлеб после испития чаши Есть еще традиция преломлять хлеб и раздавать его всем присутствующим Вот видите, как это Это же разные обычаи Дальше пишет Иван Артюшкин Так как я с вами уже знаком И уже получал от вас книги То мы пропустим некоторые процедуры Я переведу денежки А вы мне перешлете Новый Завет Один комплект и три книги к истинному православию Но у меня еще одна просьба Так как вы живете в Сибири У вас там проще найти икону Иоанна Тобольского Если возможно озадачить Владимира Я отвечаю Это моя карточка Если икону покупать, то идти в храм нужно не рядом Тогда посылка не сразу будет отнесена на почту Иван Я готов подождать Отвечаю Если бы из иконы, то можно было бы сегодня курьера отправить на почту Иван тут Говорит Размер иконы в пределах высоты 15 сантиметров Но если это не будет для вас обременением У нас здесь о таком и не слышали Отвечаю Постал Владимира в храм Никольский Это далековато Узнает Есть ли там икона такая Он ой-ой-ой Я подумал Может в воскресенье вы пойдете там на службу Тогда бы и посмотрели Отвечаю У нас храм свой Рядом Но у нас ничего не продается Нет иконы дома Тут такой Свою бы отдал В деревне была Но где она сейчас? Тут пожар был Многое сгорело Иван Артюшкин Я знаю, что у вас свой храм Но также видел видео на вашем канале А я их смотрю всегда Чтобы не отставать от событий в вашей общине Вот еще как Как вы посещали храм в вашем городе И довольно часто Оттого я подумал Что вы там будете в воскресенье Отвечаю У нас сегодня приехал отец Сааким И тут будет сегодня и завтра богослужение А я никуда больше не хожу Почти никогда А тем более Покупать что-то в церковной лавке Избави Бог Не помню, чтобы я хотя что-то Купил на рубль единый Иван А как быть тогда с приобретением утвари? Отвечаю Это батюшка покупает сам В ограде церковной Есть большая лавка Или в Москве Иван Артюшкин Иван Тихонович Разрешите поинтересоваться Я отмечаю Все Только по скайпу И повторите снова все вопросы Готов И тут же сразу вышел Володя был в трех храмах Нигде нет Он говорит А у нас даже про Иоанна Тобольского То и не слышали Лариса Долгова Игнать Тихонович Добрый день А где у вас Никита? Куда он подевался? Вы ничего сейчас про него не рассказываете Чем он занимается? Отвечаю Писать некогда Устно можно Заходите по скайпу Я все расскажу подробно И она отошла сразу Я говорю Вставляйте Игнатий 10 Но сначала напишите внизу Смогу ли принять Так как приходится часто Отключаться на работу Принять могу от 4 до 16 по Москве У нас все записывается Выставляется в интернет Потому никаких тайн И личного Ничего У вас и у меня обязательно Должен быть глазок Веб-камера Если кому наши такие условия не подходят Они таяться и боятся То просим таких нас Не беспокоить Не принимаем Только напишите сразу Кто вы Имя, фамилия, место И чего хотели бы Прошу не чаще Чем один раз в день Заходить на страницу Вбрасывать материалы Раздаются звуки В виде кваканья Отвлекает от работы Добрый день Лариса пишет Игнать Тихонович Сейчас посмотрела Ваш ролик Про ваших любимых кошек Очаровательные кошечки А в конце Вы говорите Про Никиту Что он просит Убрать ролик Зря он беспокоится Ролик отличный У меня муж Посмотрел его И сказал Хороший вы Из Никиты Священник получился Я сразу посмотрел А фильм Который он порекомендовал Полностью с ним согласно Не выхожу по скайпу Не потому что боюсь съемки А просто жалко Отрывать ваше драгоценное время На беседу со мной Тем более Что я не сильна В Библии Но честно скажу Что посмотрев За три месяца Все ваши ролики Вот я подчеркиваю Веры во мне добавилось И жизни я стала Больше радоваться И ценить все Что меня окружает Гораздо трепетнее Вот говорю Все слушают А где она знает сколько Восемь тысяч Восемьсот Я вчера расчет произвел Получается Что если по одному часу Слушать В день Ну наш ролик Один на час На другой Это ровно на тринадцать лет Тринадцать лет А вы за три месяца Все ролики просмотрели Нет Лариса Переводится Лариса это чайка Так что чайки надо Облетать этот океан А много или мало Я Осип посмотрел Тысячу двести шестьдесят только Ну сидим со столом У нее других роликов нет А мы то берем Все охватность жизни Все абсолютно И как дети И где отдыхают И как молятся в храме Все Ну более Обширного Чтобы так Съемка велась По всем сторонам Жизни сфером Я просто не знаю В интернете Ну бывает где то Что то на огороде В лесу Ну и все А про Никиту Вы всех заинтриговали Вы еще про него Не говорите Измените что Оторвала вас Своим письмом От ваших дел Здоровья вам И всему вашему окружению На многие лета Все ваши Ролики посмотрела Повторяю По часу в день 365 дней И таких дней 13 еще лет Я отвечаю Выбирая ролики С участием Никиты И скоро дам вам 82 ролика Вот я сейчас Даже могу показать Где тут Какие были ролики Надо посмотреть только Колесников Никита Видео Вот смотрите Куда Никиту дели Есть ролики С его участием Спрашивайте Да есть Вот нашел 82 видеоролика С участием Как называется Я буду только продергивать Что видели И интернетные адресы Какой Вот я просто останавливать буду А вы в это время Испейте просчитать Это я вчера специально Много времени Потратил на это Она вопрос задала Лариса Вот тормозните здесь Когда идет И Просчитайте Кому надо Тут занятия ведет Никита Даже Видите какие у него Всесторонние Наставление 26-летнему Отраку С утра пораньше Есть надежда Небольшая То есть бывает Он Ну разное Разное Где Это оторвано Потому что В моей лру Больше не помещается Это настолько Разорвано На три части И вот смотрите Вот она Как бы вопрос задала А где про Никиту И все просмотрела А теперь она уедет Просмотрела или нет Если от корки До корки Будет смотреть Никитина Вот эти То ей Намного Это хватит 82 ролика Я другие Не стал брать А сидел бы Там в Борисполице Своем На Украине Ни одного Б ролика Не было Бывает Никита Просто присутствует Где-то Ну В массовке Участвует Никита Старший На костре Видите как Ну вот еще и Третий Вот Видите как Маленький вопрос И сколько пришлось Ну просто Я уважаю Своих Клиентов Так Начертания Вот Начертания Тут разговор Такой Какого-то Показывает Лысого Человека Он сидит И заголовок Называется Люди Не превращайтесь В пачку Маргарина Вот Маленько Приподними Я щелкну Еще раз Слышь Все это Мне очень просто Поднять только Если бы кто-то Снимал Тогда дело другое Вот Что это Все Что это За человек Мы смотрим Вот еще Как эту метку Ставят Вот это Вот Тут не зря Вот видите Волка Нарисовали Такой Сервис По тому Как будут Давать людям Паспорта Когда выходишь С метро Видите Зацикляться На паспортах ИНН Везде Об ИНН Уже все сказано Священно начале Патриархии Сказала ИНН И вот они Сегодня борются Везде И не знают Что ИНН Никакой роли Не играет Помещают Они Дом Держишь Там может Корова Даже у тебя Под ИНН Щип Есть Ставят Какой Мы ездили Собака Защипирована Была Нет Ложным путем Ведут людей Абсолютно Ложным путем И вот Вот этот Василий Новиков Там Как он Изгонял бесов Его запретила Церковь Даже в служении Что он там делал Чему он учил Ну Люди Ищут не того Люди Не превращайтесь В пачку Маргарина Вот как только Ты идешь Где-то И там Незримо Стоят И ставят печать И ты как Маргарин Делаешься Ну Ничего нельзя сказать Я на это отвечаю Только в дурдоме На валенке Женятся И все на этом Что тут Непонятно Это Вот мы Сейчас Шалом Лехом Посмотрели Которые дается Это вот Что у них Крещение Как у него Как у него Провели Дальше Посмотреть И Лапкин Василий С Врунзи Отвечает Никуда от этого Не денетесь Если не будете Этому противостоять Чему противостоять Фото вспышки Или термометру Теперь читай Никита Помоги мне Вот в Китае С маленькой буквы Тоже видите Этим пользуются Вообще Маразм Тупень Это Пирометр Или пирометр Лазерный Это он отвечает Этому Вот сидит Лысый человек И говорит Ты тупень Что-то Людям Он пудрит мозги И кому Кому дух лжи Он будет искать его И найдут Ой у него Там столько посещений Там 100 миллионов Мало что Много 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 Званых Но мало Избранных И на ложь Они идут Ну вот пропели Песню Одну песню Вот смотрю Еврейская Там ничего Мне и нет Обыкновенные слова Но вот Этот антураж поставленный Как Все 4,5 миллиона А я Златоуса поставлю 4 человека Дальше Таким прибором Дистанционно Меряют температуру Объекта Любого В том числе Человека В аэропорту Идет карантин По поводу Эпидемии Людей с температурой Задерживают И не пускают В массы Отправляют На лечение Поднимают Челку Для того Чтобы Температуру Лба Померить А не Температуру Челки Маргарин Походу Башки Лысого Это он его Так называет В аэропорту Остановка По нанесению То есть Он говорит Кто заходит И вот говорят Там подним Щелку Это значит Ему уже Пищать Поставили Пропал человек Ну ясное дело Что он Городит Ну и правильно Сказал Маргарин В башке Вообще Полный тормоз В аэропорту Как и в случае С автомобилями Где полицай Тыкает прибор В морду Это сканер Лица Типа 3D сканер Точно такой же Сканер Сейчас в каждом Телефоне iPhone X Тот же и Про отпечатки пальцев Это сканер А не устройство Нанесения Хотя такого Лысого Наверное Не переубедить Нет конечно Это интересно В кого дух лжи Входит И они все найдут Там и Славика Найдут Там он Щебаркульский Он там Пророк Все будут искать Кверх ногами Все будут ставить И земля Плоская Потому Они будут искать Только лжецов Это дух лжи Как написано Во времена Михея Сына Емблая Причем Процесс Превращения Идет 8 месяцев А почему не 9 Это этот лысый Так говорит 8 А этот Василий Спрашивает Почему не 9 Тогда бы хоть Как беременность А то зомбак Какой то Недоносок Получится Юмор Дядя толкует Что лазером Наносится метка На уровне ДНК И вы будете Превращаться В зомби Ну что сказать Тупень лысый Он лазер В глаза не видел Значит Очередной Мракобес Типа Царевой Там Помешалось Вот она там Ездит И везде Я посмотрел Фильмы Ничего там Нигде Она не приближает Но ее из этого Уже не выведешь И у нее Посещение Миллиарды Там идут И смотрят Ну может Поменьше Маленько Если лазерный Работали шахтерами И мучились И мучились И следований В гугле Оказался Обычной Студийной Фотоспышкой Falcon Eye С MD-50SM С патрончиком И выключателем Ну я так и тоже На котором четко Видно Положение Он Оф По сути Лампочка Следуя логике Лысого дяди Мы уже все Зачипированы Если хотя бы раз Включали в своих домах Лампочку Накаливания Ну что сказать Если ему нравится Бояться каждой лампочки То пусть продолжает Жить в страхе Перед лампочкой Вот и все Они одержимы Эти люди Это демон лжи Входят в уста Как Михей Сына Ивлая Видел Вошел И уже ничего Нельзя сделать Ну Может кто-то И вырвется Хотя бы один Но я пока Не знаю таких И в Тушенко Сергей Пишет мне Если на каждый Такой ролик Тратить по часу Жизни То и жизни Не хватит До разжевывания Этих роликов Не поменяет ничего Наталья Я просто написал Что Наталья Это Василий Это Василий Которого Сейчас считали Он говорит Я просто написал Что это все Из пальца высосано И Лысый Там сидит И придумывает А брат Роман Не разобравшись Нас всех Заваливает Данным шлаком То есть Посылает им Разные Что найдет Посылает Шлаком И в Тушенко Сергей Это не поможет Проблема Куда серьезней Как мне видится Это они Переговариваются На нашем Там где Занятия идут А я оттуда Взял у них Я тоже Участник Там занятий По исследованию Библии А когда уроков Нету Они тут Сражаются Сергей Астахов У брата Романа Своё видение Жизни Отличающееся От общепризнанного Начну По порядку Буду Отписываться По мере Просмотра Тут не зря Волка Нарисовали Это там Где-то Вверху Был Явно Тупит Мужик Это не Волк А рысь И относится Этот символ Не к паспортному столу А к Гастро Виномаркету Винтайм Ну притупил Мужик Бывает Так Интересно Я в Новосибирске Был у них И он Приходит Александр Звать его С работы Антихрист уже пришёл Я говорю Да как Он Старобрядцев Я сейчас шёл Говорит И уже знак Вывешали 666 Они цифры боятся Ну бывает 666 Страница Они начинают На этой странице Искать Где рога торчат На этой странице Если этот километр От этого километра Объехать надо 666 Я говорю А где Он говорит А вот здесь Как только заворачиваешь На этом вот На проспекте Я пошёл Вечером Ничего не вижу Глаза кверху поднял Правду 666 Написано Сберкасса Номер 666 Номер сберкассы А мужик пришёл Всё Ханай Ужить уже не садится Всё равно Ночью Возносится Легче будет Владимир Харин Мир вам Это тот филарет Что раньше в МП был Это по другой теме Уже пошло Да Дела Видно Всю Украину Забирать будут Вот он и делает Ход конём То есть когда заберут Так чтобы он уже был на месте За патриархию Патриархию Русскую Игумен Кирилл Сахаров Три дня в Петербурге Желание побывать В северной столице В кругу друзей На заговении В канун начала Петрова поста Переросло в трёхдневное Крайне напряжённое Насыщенное службами Встречами и мероприятиями Действо Всю дорогу Сапсане Читал томик Игорь Шафаревич Шафаревич Особенно запомнились Из книги Два момента Об обществе память И о личности Академика А.Д. Сахарова Так Андрей Дмитриевич Сахар Лауреат Нобелевской премии По поводу памяти Изобретатель Водородной бомбы По поводу памяти Это общество память Там Дмитрий Дмитриевич Васильев Кавычки открыты Моё объяснение Этого феномена Таково Мы имеем дело Со стремлением Искусственно Создать Своего рода Образ врага Разбудить страх По отношению К пробуждающимся Русским Национальным Тенденциям Желание Создать образ Какого-то Колоссального Чудовища Которого Должны бояться Все Это еврей Говорит Об евреях Он на масонских Протоколах Там все Говорил Это Сахаров Отвечает Нет Это Шафаревич Он православный Говорит Тоже Еврей Будто бы А по академике Сахарове Кавычки открыты Это был Очень русский Человек А он Сахаров Это Еврей Тоже И о нем Говорит Шафаревич Об евреях Но говорит Вот как У Андрея Дмитриевича Было какое-то Больное сердце Оно Реагировало Прежде всего На то Что ему Казалось Насилием Над человеком Он мог В этом Не разобраться Его могли Неправильно Ориентировать Он мог Защищать Тех Кто Страдал Гораздо Меньше Забывая Тех Кто Больше Но в основе Было Что Несправедливость Касается Лично Его В то Время Было Очень Мало Людей Которые Так Поступали Кавычки Закрыто Ну Дальше Отец Говорит Кирилл Сахар Сразу С вокзала Поехали В Казанский Собор Мощная Колоннада Справа И слева При входе В собор Да и Сам собор По замыслу Императора Павла Первого Должен был Напоминать Собор Святого Петра Главный Храм Католического Мира Конечно Он был И символом Имперского Величия В те времена Когда По слову Архимандрита Константина Зайцева Идея Великой России Стала Заслонять Идею Святой Руси В плане Собор Напоминает Форму Латинского Креста Всего Колонна Площади 95 Внутри Собора 56 Они Из Розового Гранита По обе стороны От входных Дверей Бронзовые Фигуры Апостола Андрея Первозванного Святого Иоанна Крестителя Святых Князей Владимира И Александра Невского В красивом Сребряном Иконостасе Архитектор Тон Слева От царских Врат Чтимый Список Иконы Казанской Богородицы Освящен Был Собор В 1811 Году Небольшое Число Молящихся Расположилось Вокруг Металлического Ограждения В середине Храма Множество Людей В том числе Женщин В брюках И без платков Бродят По огромному Храму Сидят С гаджетами У подножия Колонн Богослужение Совершалось В течении Полутора Часов Примерно В три раза Меньше Чем если бы Оно Совершалось По полному Уставу Заметь Вот только Зашел в храм Колоннада Наш батюшка Ездит Уже сколько Там Тридцать лет И все это видит Никогда Ни одной буквы Не напишет Почему Это талант Он в союзе писателей В трапезной Части храма Порадовали глаз Несколько Современных Икон Двунадесятых Праздников Написанных В каноническом Стиле Как точно Подмечает Они явно Диссонировали С изображениями Написанными При постройке Собора Святителя Василия Великого Стоящего на коленях С воздетыми руками Святителя Григория Богослова В мантии Девятнадцатого века И другое Шокировало Изображение Архангела Михаила На северных Дверях Женоподобное Существо С обнаженным Плечом В тонкой Белой Тунике Невольно Возник вопрос Не со своей Ли возлюбленной Писал Этот образ Живописец В мочевике Особое Внимание Обратил На наличие Частицы Мощей Преподобного Иосифа Володского Да стукался Все-таки Он других Убивал Убивал И наконец Спасо-Преображенский Собор Мощный Колокол Созывал на службу В один из самых Посещаемых Храмов В Питере Он никогда Не закрывался Собор Был заложен По повелению Императрицы Елизаветы В 1743 Году Освящен В 1754 Году В устроении Внутреннего Убранства Собора Принимал Участие Знаменитый Растрелли При Павле I Собор Стал Храмом Гвардии А впоследствии Главным Военным Храмом Санкт-Петербурга Внутри храма Ранее были Сотни Трофейных Знамен А вокруг 102 Трофейные Пушки Взятые У тура Это Евангельский Храм Христианский Главные Святыни Храма Нерукотворенный Образ Спасителя Походная Икона Петра I Икона Богородицы Всех Скорбящих Радости Вот теперь Пошел Поколотили И скорбящие Получились Как почти Везде Здесь тоже Чтецы Певцы Практически Не крестились Напредите Поклонимся Аллилуйи Три Святом Получается Разорванная Цепь Диссонанс Соборным Предстоянием Богу Вот как все Видит он Неожиданно Было то Что Не в воскресный День Служило Пять Священников И четыре Диакона На Некоторые Яктеньи Они Как на Пасху Выходили Через Царские Врата Вот все это Изощренное Измененное Но только До благовестия Не пойдут А что он Выпил там Сейчас Чего-то Пять человек Причищается А нальет Литр три А остальное Надо ему Потреблять Не пьянствовать Потреблять Придите Поклонимся На литургии Духовенство Пропело Полностью Как на Архиерейской Службе Зачало Из апостола И Евангелие Читались Почему-то Только Рядовые На великом Входе После Диаконского Возглашения Патриархи И правящем Епископе Первый Священник Сразу Произнес Вас И всех Православных Христиан Верую И Отче наш Пел Не весь Народ А только Хор Наверное Из-за Экономии Времени Время Экономия Вот какое Слово Чтоб Поскорее Кончить Первое Возглашение На Евхаристическом Каноне Возглав Влявший Литургии Священник Делал Нам Вони Лицом К народу Я подумал Ему бы Еще В руки Трикири И Дикири Было бы Совсем По-архиерейски Еще Вспомнил Как Некоторые Обновленцы Практиковали Торжественную Встречу Настоятеля Перед Литургией Перед Вынесенной Чашей Была Установлена Подставка На которую После Прочтения Молитвы Перед Причащением Был положен Покровец Кавычки Открыты Тело Христова Приимите Хор Пропел Только Один Раз Далее Пели Салии Дякона И Пономари Молебен Перед Десницей Мученицы Татьяны Руку Отрубили Принесли И все Это был Последний День Ее Пребывания В соборе Не Татьяна А ее Руки Был Пожалуй Более Полным Чем В иных Московских Храмах Приятно Было Побывать Еще В церкви Во имя Державной Иконы Богородицы Новопостроенном Храме В одном Из спальных Районов Города Спальный Район Все Спят Литургия Совершалась В Нижнем Храме Посвященным Священно Великомученику Пантелеймону В ограде Храма Массивный Белый Весьмиконечный Крест Необычная Для Питера Древнерусская В своей Основе Архитектура С элементами Модерна При входе В храм Открывается Взору Подковообразная Галерея С фресками Десятков Подвижников Благочестия Алтарная Алтарная Абсида Не ограждена С правой И левой Сторон Неожиданно В музее Истории Религии Перед Ченстаховской Иконы Богородицы Прочитал По старому Чину Канон Сакафистом Сугубо Молились О возрождении Погружательного Крещения И о Недопущении Кощунства Так называемыми Царскими Останками Музей действуется До 1932 года С приставкой В названии И атеизма 1954 по 1990 Года Интересно Что в музее Есть раздел И по Старообрячеству По видео О Рядом с ним Демонстрируется Фильм С апологией Старообрячества Смотрительницей Этого зала Оказалась Женщина Отец Который Был Единоверцем А мать Беспоповкой Правильно Знает Писать Надо С Беспоповка Но нельзя Слово Беспоповка Беспоповка Они боятся В нарушении Грамматики И везде Понимаете Это Православный Человек С высшим Образованием Член Союза Писателей И он Боится Почему А это Сразу Оттолкнет На него Отец Кирилл Бесов Проповедует В зале При храме Честь Иконы Богородицы Неупиваемая Чаша Никак не Выпьют ее пьяницы Прошла встреча Отца Владимира Цветкова Председателя Просветительского Общества Честь Святителя Игнатия Брянчанинова Со своими Слушателями Отец Я скажу Отца Владимира Цветкова Знаю я У него Образование Кажется Психиатр И служил он В городе Фрунзи Очень Хороший Батюшка А я только Что освободился И у меня Бороды то не было Я сидел дома Пока борода Не отрастет А они ко мне на дом приезжали С отцом Леонидом Грошевым Тот Где то в Диеве Служит И вот они На занятиях были По слову Божию И оба они Обратились Уверовали Два священника Уверовало сразу И они вышли перед народом И начали каяться Мы даже христианами Не достойно называться А только Счастливаемся Своими знаниями Здесь И они начали Исповедовать Кто бабки лечат Никого Не прищищать Пост уже кончается Никого не прищищает Пока все не принесете Не будет прощения И они принесли Там две стопы Показывают Там Прямо от пола И тогда Вышли во дворе Говорят И сожгли Но Мы потеряли Друг друга Из-за меня Когда на них Там у полномочия Наносил А отец Владимир Меня давай звать На помощь Чтобы я приехал Но ты же не рядом Я говорю Я никак не могу Я на работе А он понял Так что я пренебрег Мне очень Жаль что так получилось А когда Были в Санкт-Петербурге В Ленинграде Он собрал знакомых И они ничего не слышат У них как медный колпак На голове надет Они ничего не слышат Они свое там Гонят И не слышат Дальше Отмечу Что запомнилось Выступление Отца Владимира Преподобный Нектарий Оптинский Кавычки открыты Все стихи мира Не стоят Одной строки Псалтыри Во как Старый Ставрион Мир держится На литургии Вот так Попробуй Где я нашел В Библии Мир держится Не на христе А на литургии В Псалтыри Представлены Все типы Отношений с Богом Да конечно Не все Далеко не все Мы посмотрим Что апостол Павел Открывает То есть они не знают Библию Дальше Псалтырь Очищает от грехов А Евангелие От страстей Во как Надо разделить Грехи и страсти Так страсти Грехи и есть Пришла женщина К епископу Антонию Блюму С вопросом Почему Бог Не слышит Мои молитвы Ответ Владыке Потому что Ты не даешь Ему сказать Помолись Ожидая ответа От Бога Без духовника Погибель на 100% А с духовником Можно спастись А с духовником На сколько Почему проценты Можно А можно и не спастись А сегодня Как раз Осипа Все эти Называются Младостарцы Они хотели Ко мне Это слово Приклеить Какой я Младостарец 78 лет До 55 лет Проповедую Из-за химикатов Погибло 80% Насекомых Они составляют 70% Всего живого Пчел погибло От 40 до 70% На вопросы О единой Школьной карте Екатеринбургских Останках И тому подобное Ответ один Господь управит Главное Победит страсти Вот как Он У него целебат У этого отца Ага О единоверцах К ним у меня Положительное отношение Это что он Отвещал им Они самые Мудрые И самые Хитрые И в московском Патриархате Остаются И служат По старому Обряду И вдруг Неожиданно Обращайтесь К отцу Кириллу Сахарову Он все знает То есть он Видел его Или не видел Я еще не знаю Оба хорошие Батюшки На сложные вопросы Кавычки открыты Я не богослов У меня всего Три класса На семинарии Было впечатление Что батюшка Как бы износит Изнутри Свои ответы Спокойно Реагирует На голоса Из зала На пару минут Вместе со всеми Погрузился В молчаливую молитву Много записок Было с именами Людей С просьбой Помолиться О здравии Или по покаянии Здесь Здесь же при храме Находится Радиостанция Православный Петербург В своем Полуторачасовом Выступлении Я коснулся Многих тем Истории Нашего храма Жизни Его общины Богослужебного Уклада Своего Жизненного Пути И так далее Отвечая на вопрос О состоянии Русского народа Я привел слова Одной Православной Татарки Услышанной Накануне Я спросил ее Какая черта В русском народе Вам нравится С маленьким Мягким знаком Больше всего В ответ услышал Татары Более Сплоченные Чем русские Получилось Что вместо Положительной черты Была отмечена Отрицательная Предложил В качестве Значимого шага На пути к сплочению Завести Сегодня же Тетрадь С именами Адресами И телефонами Своих Родственниках С тем Чтобы Поздравлять их С праздниками И делить С ними Скорби И радости В соборе Спасный Рукотворного Зимнего дворца Удивил рассказ О синодике При храме В который Вписаны имена Митрополита Исидора Подписанта Флорентийской унии Дзержинского Троцкого И других Подобных Личностей Объяснение Было таково Любовь Все покрывает По каноническим нормам На литургии Мы можем поминать Только практикующих Православных Христиан Практикующих Еще Понимаете Это слово Практикующие Какое-то там Харизматы Практикуют Кришнаиты А это у русских До того интересно В роскошном В роскошном доме Князя Николая Николаевича Запомнилась Пещера С множеством Мерцающих Лампад Устроенной По его просьбе Под храмом После посещения Им Святой земли То есть О Христе Вообще Речи Нигде нету Ни о Библии Ничего нету Было Еще Посещение Старообрядческих Храмов Петербурга И беседы С их Настоятелями Храм На Леговском Проспекте Был освящен Через Несколько недель После революции Есть сомнения Что это Смогли сделать Закрыли его В начале 20-х годов Из Охирейских Фотографий В церковном доме Второго храма Старообрядцев На кладбище Жертв 9 января Запомнилась Фотография Епископа Александра Чунина В смерти 1969 Год Под давлением Властей Которые Каким-то образом Увязали с ним Известное событие Новочеркассиве Расстрел там Рабочих При Хрущеве был 1962 Году Его убрали С кафедры После службы У беспоповцев С восхищением Смотрел На Невскую обитель Их церковный дом Похож на Теремок Узкие бойницы Окон Под крышей Подумал Может быть Мне хватит Шататься по свету А залечь Кавычках На покаяние В это Ласточкино гнездо Туда Где небо Покажется Совчинку Это он уже О себе Говорит Вернулся К суровой Реальности Посмотрев На плотную Программу Своего Пребывания В городе Закончилось Все Презентации Шеститомника Моих воспоминаний В помещении Петербургского Отделения Союза Писателей На Звенигородской Улице Долго Еще сидели С участниками Презентации В столовой Неподалеку Где узбечка Нелли Кормила нас Бесплатными Пирожками С картошкой И капустой Все опишет Абсолютно Мне до того нравится Отец Кирилл Вот такой Простой Простой Искренний Чистый В беседе В частности Затронули вопрос Об епитемиях Не секрет Что многие священники Их не накладывают Даже чисто Символически А златоуст Гибнут И священники И кого допускают До причастия Без епитемии Это мертвецы Между тем Для духовной жизни Они имеют Важное значение Покаяние В грехах Можно сравнить С операцией А епитемии С наложением Пластыря Вот как Надо придумать Это Не надо Забывать Что духовник Имеет право Сокращать Время Епитемии Учитывая Исправление Человека Я когда ему Сказал Показал Какой срок Он до того Удивился Я никогда Этого не знал Он у меня был Здесь В потеряевке В лагере И все что Говорили Он на шаг Не отойдет С утра Встанем Как Ну встаем в пять И до вечера Он ходит Или записывает Пока батарейки Как только сели А до этого Записывает На магнитопон Маленький Кассетный был На пути всю дорогу Читал книгу Об известном Пастыре Петербурга Отце Иоанне Миронове Рустам Гусейнов Читай Да Отдельно пишет Это все То кончилось Рустам Гусейнов И снова Здравствуйте Игнатий Тихонович Мир вам Снился мне Как-то сон Еще в 2015 Году В то время Я жил Временно в Италии Я не просто жил Жил Библией Каждая клеточка Моего организма Просыпалась И оживлялась Я плавал Не только В Евангелии Но и в Ветхом Завете Себе завел Такой порядок Три раза в день Я молился По-сектански Склонившись на колени И облокотившись На кровать Подробности Молитвы Отче наш И каялся Постоянно Бог меня Укреплял Даровал мне Через слово Силу и разум Моя уверенность В себе Возрастала Каждый день Как на дрожах Я в то время думал Господи Бог мой Божий сил Из жизни моей Я никогда не отойду И не отступлю От твоего Святого слова Никогда не променяю Тебя на мирское На женщину На богатство Я не был Воцерковлен На тот момент И не был Правильно крещен Троекратным погружением Впрочем Как и сейчас Я еще не крещен Правильно На то время Я думал Что это достаточно И не обязательно Идти в церковь Православную Я был В эйфории Постоянно Пил литрами Кофе И ел Бочками Естественно Не грешил Женщинами Был чист И непорочен Какой хороший Сон имел Такое содержание Лежал я на кровати У себя в комнате Ко мне К изголовью Тянулись Сверху Белые руки Они коснулись Моей головы Далее Фрагмент Моя голова Стала Как бы Из белого Гипса И в последнем Фрагменте Я уже видел Другую голову Другую голову